Всем привет! Я знаю, что многие из вас ждали именно такое видео на моем канале. Присаживайтесь поудобнее, давайте поговорим о весенне-летнем уходе. Скажу так, формула моего ухода в теплое время года простая и универсальная, поэтому она подойдет и понравится многим из вас, независимо от того, какой тип кожи конкретно у вас. Давайте начнем с утра, потому что здесь нет никакой философии, но я убеждена в том, что вот эти мои простые истины помогут хотя бы нескольким из вас подобрать правильный уход для вашей кожи, а лично для меня это уже много. Первое, что я выполняю, это, конечно же, умывание. И тут такой момент, если у вас сухая кожа, то вам больше понравится молочко или же просто умывание обычной водой. Если вы любите прям освежить кожу утром, смыть с нее весь вечерний уход, ночной, то я все-таки советую пользоваться умывалками, главное не щелочными, не теми, которые очень сильно пенятся, которые приводят нашу кожу в шок, пересушивают ее. Потому что, что думает наша кожа? Вот ее очень сильно умывают, и она такая, как-то очень сухо, надо выделять побольше себум. И от этого больше закупориваются поры, жирная кожа становится еще более жирной. Одним из самых классных универсальных средств, ну, точнее как, оно больше подойдет тем из вас, у кого комбинированная и жирная, и проблемная кожа. У меня нормальная, склонная к сухости, проблемная кожа, у меня очень часто и быстро забиваются поры. Поэтому вот такая умывалка для меня это спасение. Как только она появилась в моей рутине, я заметила конкретные изменения, поэтому я с ней уже не знаю сколько, около года. Это бренд COSRX, и мне кажется, что она больше подходит именно для утреннего умывания, потому что если вы соберетесь использовать это средство в качестве такого второго этапа до макияжа, то оно может пощипывать глаза, мне кажется, что это никому не понравится. В составе есть масло чайного дерева, которое обеззараживает нашу кожу и подсушивает уже имеющееся воспаление. Для меня это просто must-have. И не зря здесь написано, что средство предназначено для утреннего использования. Следующий обязательный шаг это нанесение эссенции. Причем у меня та версия эссенции, которая наносится именно первым шагом сразу после умывания. Корейские эссенции бывают разными. Я не сама столько использовала. Я поделилась с подружками и начала переливать содержимое вот этой баночки. Вот такие баночки с распылителем, потому что мне так гораздо удобнее наносить. Если вы смотрите мои влоги, то вы знаете, что у меня есть тенденция к разбиванию всего, а это стекло. Я просто боюсь, что вдруг я разобью раковину, кому это надо. В общем, я это сделала в целях безопасности, и такой формат в путешествиях более удобен. Хозяйки на заметку, если вы собираетесь в отпуск. Что же это такое и кому это надо? Это мега увлажняющий тоник, который подойдет в принципе любому типу кожи. Я знаю, что у Миши также есть более легкая версия вот этой эссенции. Возможно, стоит присмотреться к ней, если у вас жирная кожа. Но как только вы наносите это средство на лицо, буквально через 15 секунд оно впитывается. И вы понимаете, что кожа уже настолько хорошо насыщена влагой, что вы не нуждаетесь в каком-то очень хорошо увлажняющем креме, который будет насыщать, кормить вашу кожу. Нет, вам хочется чего-то легкого. Вы улавливаете, то есть вы пользуетесь более легкими текстурами, которые приятнее ощущаются летом, которые не мешают нам. И даже макияж будет держаться лучше, особенно если у вас комбинированная и жирная кожа. Я сама вот знаете, как-то пробовала и то, и другое, и третье. Вы знаете, что мне как блогеру многое достается, и я сама что-то покупаю. И я сейчас покажу вам те средства, которыми я реально уже долгое время пользуюсь, и мне не хочется ничего другого. Поэтому рекомендую вам присмотреться корейским тоником и вот таким эссенциям. Следующим шагом после эссенции у меня идет нанесение обычного увлажняющего крема вокруг глаз, непитательного, защитного, потому что из-за него у вас может плыть консилер, может отпечатываться тушь, могут даже не держаться тени. И вообще, в принципе, зачем летом перегружать лицо? Я перепробовала много кремов, в том числе и дорогущий от Perricone MD. Мне его подарили Look Fantastic. И он идет для более возрастной кожи. У него такой классный состав. Здесь и пептиды, и всякие прибамбасы, которые должны подтягивать века. Мне кажется, что в мои 30 лет еще рановато. Чтобы говорить о каких-то ошеломляющих результатах, у меня пока что даже нет гусиных лапок. Единственное, чем я страдаю с самого детства, это впадины. Но ни один крем с этим не справится. Давайте будем реалистами. Этот крем больше подойдет девушкам в возрасте моей мамы. Девушке мне очень приятно называть зрелых женщин девушкам. Я смотрю на свою маму, она цветет и пахнет, а ей уже 50+. Поэтому не исключено, что этот крем перейдет моей маме. Он имеет легкую текстуру, он хорошо увлажняет. Он себя прекрасно ведет под макияжем. Единственное, что мне не нравится дозатор. Здесь была вот такая заглушка, которую я потеряла. И вот когда она была, я нажимала, все было нормально. Но потом то ли я ее сняла. Ну короче, ее уже нет. И сам дозатор выдавливает слишком много средства, которые можно нанести на меня, на маму и на бабушку. Ну в общем, вы поняли, расход слишком большой. И для тех из вас, кто ищет просто улажнение, достаточно будет гелевого крема от Турьяш, Клиник, All About Eyes, Рич. Что там еще? Много-много вариантов, которые сейчас вылетели из головы. Но в инфобоксе вы знаете, что я всегда стараюсь выписать все-все-все-все по порядку. Варианты подороже, побюджетнее. Поэтому заглядываем. Я работаю на вас, скажем так. И вот недавно попробовала крем от бренда CeraVe. Я видела эту продукцию на iHerb. Это марка, разработанная дерматологами. Она сейчас появилась в России. Не уверена, представлена ли в Украине. У нее приятная ценовая политика. И я знаю, что это один из самых популярных брендов среди американских дерматологов. И наверняка на это есть причины. Я попробовала два средства пока что. И мне очень понравилось. Первый – это такой универсальный крем с тремя... Показываю два. С тремя видами керамидов с гиалуроновой кислотой. И это очень приятный кремушек под глаза, который подойдет многим из вас. Керамиды – это ничего страшного. Это все самое полезное для нашей кожи. Потому что они помогают нашей коже удерживать и восстанавливать все барьерные функции. Чтобы она не пересыхала, чтобы ничего плохого с ней не происходило. Это не что-то, что там 50 плюс или 30 плюс. Не бойтесь. Поэтому пробуйте доступный, достойный базовый увлажняющий крем под глаза на лето. Если вы нуждаетесь в эффекте антиэйдж, то есть у вас есть выраженные морщинки. Или вы хотите предотвратить их появление. И хочется пользоваться чем-то, чтобы насытить кожу. То не забывайте, что есть крем под глаза от марки Benton. Он вот такой. И последним этапом в моем утреннем уходе. Нет, предпоследним, потому что еще SPF. Является нанесение легкого увлажняющего крема. Сейчас уже где-то полтора месяца я пользуюсь вот этим от марки Eisenberg. Это даже не крем, а легкая увлажняющая эмульсия после моей эссенции. Даже когда на улице прохладно, ну как прохладно, там 12-15 градусов. Мне этого достаточно. Мне не хочется чего-то большего. И он настолько хорошо увлажняет кожу, что даже не верится. Вот прям легенький, быстро впитывается. Видите, он буквально как молочко. Без проблем распределяется. Имеет очень легкий аромат. И вот вы скажете, увлажнение, ну и в Африке увлажнение не совсем так. Потому что есть кремы, которые ложатся пленкой, которые скатываются. Которые провоцируют чрезмерный блеск, забивают поры и еще что-то там. И вот этот флюид, это все анти то, что я только что сейчас перечислила. То есть все самое хорошее и полезное для нашей кожи. С ним комфортно опять-таки. На него хорошо наносится макияж. И мне также нравится то, что он настолько универсальный, что его можно использовать и утром, и вечером. То есть вечером какую-то сыворотку добавляю, этот флюид и все. Но это не значит, что есть только дорогой рецепт к хорошей коже. Нет, не забывайте о том, что у марки Dermedic есть гелевая версия моего любимого крема. Также вот от бренда CeraV. Замечательный крем, который еще и содержит неоцинамид. Здесь в составе, сейчас расскажу, что это такое. Здесь опять-таки гиалуроновая кислота, керамиды. И у меня версия без запаха, предназначена для сухой и нормальной кожи. И неоцинамид это супермодный компонент, который и сужает поры, и отбеливает, и предотвращает высыпание. И чего он только не делает. И вот у меня была база с неоцинамидом и еще что-то. Что-то в этом есть. Вот действительно кожа в каком-то балансе, когда пользуешься каким-то средством из ухода, которое содержит неоцинамид. У него очень легкая, даже гелевая текстура, можно сказать, быстро впитывается. И по моим ощущениям, этот крем может подойти тем из вас, у кого комбинированная и даже жирная кожа. Видите, я сходу назвала 4 варианта из разных ценовых сегментов, но их гораздо больше. У меня когда-то был замечательный, легкий, но хорошо увлажняющий крем от бренда Миша. Супер Аква, по-моему, назывался. Есть пробники. И вообще, если вы отправитесь куда-то в Литуаль или в аптеку и попросите пробник, я уверена, что вы без проблем его получите. И последним шагом в моем утреннем уходе, то есть не забываем очищение, эссенция, увлажняющий крем под глаза, увлажняющий крем на все лицо. И последним этапом наношу SPF. Недавно рассказывала вам о том, что мне нравится вот этот. Он имеет матовый финиш, бренд Etude House. Это SPF 50 и здесь минеральные фильтры. Я повторюсь, что я не заявляю, что я пользуюсь только минеральными фильтрами. У меня есть своя позиция, которая связана с тем, что происходило в моей семье. Я не хочу развивать эту тему, но я не верю в то, что только косметика способна повлиять на наше здоровье. Поэтому в моем уходе есть и химические, и физические фильтры. Единственный момент, когда я пользуюсь минеральными, то есть физическими фильтрами, кожа у меня менее чувствительная, менее раздражительная. И, как мне кажется, у меня реже появляются высыпания. Вот этот фильтр люблю за то, что он не оставляет белой маски, что он как-то быстро усаживается и не блестит как-то чрезмерно. Если вам все равно какие фильтры в вашей SPF защите, главное, чтобы вы не сгорали, то присмотритесь к бренду Vichy. Я как-то в течение нескольких лет пользовалась их защитой для лица. Она тоже с матовым финишем. Я тоже не хочу выглядеть как жирный блин, при том, что я наношу свой увлажняющий уход, и потом вот такую маску, к примеру, из минерального фильтра. Но даже для меня это слишком. Поэтому посмотрите у Vichy. Часто в аптеках есть маленькие такие тюбики, которые они должны сами раздавать бесплатно, но по каким-то причинам они этого не делают. Я несколько раз вежливо попросила, и мне без проблем выдали их от разных брендов. Беларошпазе, Антелиос, пробовала еще что-то там, что-то там. Ну, в общем, едем дальше. Моя помада предательски скаталась. Я надеюсь, что вы мне это простите. Не зря ее сняли с производства. Мне не хочется все по второму кругу переснимать, потому что уже будут не те эмоции. У меня очень хорошее такое уходовое настроение. Сегодня прям так легко говорится. Вечером. Вечером первое, что я делаю, это, конечно же, демакияж. Ничего нового, два любимых средства. Я всегда смываю макияж в два этапа. Первое, это гидрофильное масло. Нравятся бальзамы. Вот этот люблю за то, что в нем нет минерального масла. И это тоже корейское средство от бренда Хеймиш. Обалденная упаковка. Мега удобная. Наконец-то. Наконец-то кто-то додумался сделать вот такую открывающуюся крышку. Не что-то, что будет откручиваться. Вот реально в сто раз удобнее. Также у клиник есть классный бальзам. Банила эндко, но оно идет с минеральным маслом. У Локситан есть шикарнейший бальзам для демакияжа без минерального масла. Лично мне все равно, но я знаю, что некоторые обращают на это внимание, поэтому делюсь информацией с вами. Сейчас тестирую его и немножко так забегаю наперед. Обалденный. Очень нравится. После гидрофильного масла, ну вы поняли, что можно сейчас без проблем найти в любой ценовой категории хорошее, достойное работающее средство. Но что касается геля, который обязательно надо использовать в качестве второго этапа гель или пенку, что-нибудь. Но что-то, что не пересушит вашу кожу. Я долго думала, что бы такого попробовать. Но поняла, что мой первый вот такой гель для демакияжа от марки Айсенберг прослужил мне 9 месяцев. 9. При том, что я не жалела его для своей кожи. То есть 3 нажатия. И я уже даже ждала, когда он закончится. Ну вы знаете, мой проект донышко, пустые баночки и все эти дела. Но когда этот момент наступил, я поняла, что все средства, которые на данный момент есть в моей косметичке, очень сильно проигрывают гелю от Айсенберг. Поэтому я вернулась к нему и не могу нарадоваться. Я до сих пор считаю, что это лучшее средство для второго этапа очищения кожи, для утреннего. То есть в принципе можно пользоваться одним. Он не пенится, он нежнейший, но выполняет свою работу не на 100, а на 110%. Я вам это гарантирую. Если денежка позволяет, если есть какие-то скидки в ваших городах, странах, то не пожалейте, попробуйте, потому что вот это моя любовь. И вот когда я уже смыла макияж, наношу свою эссенцию от марки Миша, ту же, что и утром. Жду несколько секунд, когда она впитается. И следующим шагом пользуюсь сывороткой с витамином С. И теперь такая ситуация. Наверняка многие спросят, какая из них мне нравится больше, от Drunk Elephant или вот эта от марки Kiehl's. Это вообще флаговый продукт бренда Kiehl's, который я буду покупать. Я вам даже скажу вот что. Я была в аэропорту и на всякий случай купила еще одну баночку, настолько она мне понравилась. Витамин С предотвращает появление морщин, отбеливает кожу, усиливает действие SPF, борется с свободными радикалами, бла-бла-бла-бла-бла. И как бы работает на будущее. То есть все равно мы все состаримся. Мне хочется видеть эффект здесь и сейчас. И если сравнивать эффект от сыворотки, я уже заговариваюсь, Drunk Elephant и вот этой, вот эта мощнее. Здесь 12,5% витамина С и гиалуроновая кислота. И здесь, по-моему, нежирорастворимая форма витамина С, если кому интересно. И вот эта сыворотка безупречно выравнивает рельеф. Девчонки, она заживляет все ранки. Мы как-то с Викой Моисеевой разговаривали в поездке. Говорю, у меня какие-то высыпания. Я боюсь, что фоклара еще больше высушит. И без того сухую кожу после стольких перелетов. Она говорит, попробуй что-то с витамином С. И я начала наносить вот эту сыворотку на высыпание. Она их буквально растворяет. Убирает красные пятна после прыщей. Она более приятная в использовании, чем та от Drunk Elephant. Drunk Elephant, она все-таки больше подходит, как мне кажется, сухой коже, потому что она маслянистая. Она создает такую пленочку на лице. Особенно это будет ощущаться на комбинированной жирной коже. Вот эта сыворотка немножко пощипывает кожу, когда наносишь ее. И если у вас чувствительная кожа, то, наверное, надо пользоваться не каждый день, а через день, через два дня, не знаю, раз в неделю. И она как-то вот не особо ощущается на коже. То есть впитывается, немножко увлажняет и все. Но при этом работает. Она как будто немножко разогревает кожу. И после, я ее не месяц пользуюсь, чуть дольше, и я вижу, что кожа очищается. У меня прыщи гораздо реже появляются. То есть если раньше я ехала куда-то в поездку, и я была уверена, что просто я буду выглядеть как непонятно кто, как тинейджер, просто в период полового созревания. То когда я начала пользоваться вот этой сывороткой, все проблемы исчезли. Обожаю ее, обожаю. Конечно же, есть другие похожие по действию средства. К примеру, своей маме я купила сыворотку Най Херб, и она очень ею довольна. И после вот этой сыворотки я наношу тот же увлажняющий крем на все лицо и тот же увлажняющий крем под глаза, который я показывала в утренней рутине. И в принципе это все. Это был мой базовый летний уход. Я надеюсь, что я максимально понятно все разжевала и разложила по полочкам. Из таких экстра средств, которыми я пользуюсь один-два раза в неделю или в те моменты, когда моя кожа в этом нуждается, хочется выделить кислотный пилинг. Точнее, это классический пилинг и кислотный. Два в одном, они продаются в дуэте. В отдельном видео рассказывала об этих средствах. Это корейский бренд Natural Pacific. Замечательное полирующее средство для кожи. И вот летом я стараюсь не пользоваться кислотами на постоянной основе, но раз в неделю прохожусь по лицу каким-нибудь кислотным тоником. Не каким-нибудь, а от Derma S. Сейчас забыла его принести. Или делаю такой пилинг. Вообще на iHerb есть очень много разных пилингов именно с АХ-кислотами, которые очень бережно отшелушивают кожу. Они ничего плохого не сделают, подходят любому типу кожи. А при длительном использовании все-таки дают вау-эффект. Когда я вижу, что моя кожа какая-то такая слишком сухая, или, к примеру, я сделала вот этот пилинг, и мне хочется как-то ее успокоить, дополнительно увлажнить. Вместо своего обычного крема увлажняющего я наношу маску от Laneige. Уже рассказывала о ней в том же видео, кстати. Гелевая текстура, ее очень долго хватает. Приятный нежный аромат. Есть здесь столько всего полезного. Не хочу повторяться. Своим подружкам я описываю это средство как маску от хронического недосыпания. Если, к примеру, я сплю меньше, чем обычно, но на ночь наносила вот это средство, моя кожа каким-то образом выглядит лучше, чем обычно. Она как-то, не знаю, успокаивает, даже, может, немножко подлечивает, очень хорошо увлажняет кожу, и просто как волшебная палочка действует. И чем дольше вы будете пользоваться этим средством, тем больше вам будет нравиться эффект. Когда у меня прыщи. Такое тоже бывает. Иногда гормональный фон как-то шалит. Но тьфу-тьфу-тьфу, в последнее время все гораздо лучше. Так вот, если есть прыщи, я пользуюсь вот этими дисками. Здесь салициловая кислота, которая, как мы все знаем, если не знаем, говорю еще раз, способна проникать в наши поры, растворять все загрязнения, и таким образом очищает нашу кожу. 2% это достаточно много. Но вот эти пады не раздражают мою кожу, действительно делают ее чище. И если есть какие-то прыщи, протираю вот такой штучкой кожу. Ладно, израсходую. Пожертвую еще один пад. Вот такой он тоненький, но пропитан очень хорошо. Если мне хочется, чтобы он еще сильнее подействовал, я прикладываю и держу так на протяжении минуты. Нет никакого ожога, но действительно прыщи проходят быстрее. Конечно же, не могу без своего любимого Эфоклар, когда я уже не знаю, что делать. Я вообще не знаю, зачем я хочу вот постоянно открывать Америку, ведь в моем случае достаточно иметь всего лишь одну баночку, это Эфоклар. И когда меня обсыпают, ну капец, уже не знаю, что делать, на ночь наношу это средство, утром кожа гораздо чище. Мне кажется, что здесь просто удачная лично для меня форма салициловой кислоты, которая работает так, как ни одно другое средство, потому что формула запатентована. Кстати, это новый Эфоклар Дуо Плюс. Я боялась, вдруг он испортится. Нет, он также замечательно работает на моей коже. И что бы ни случилось, я буду покупать это средство снова и снова и снова. А если скажут, что его снимают с производства, то мне придется затариться на всю жизнь наперед, потому что я вот, ну не могу, не могу без него. Он всегда есть в моей косметичке. На этом все. Сегодня было все самое любимое. Я надеюсь, что вам было интересно. Очень жарко. Если вам понравилось, то не забудьте поставить пальчик вверх. Мне будет безумно приятно, потому что я стараюсь для вас. Все, всех целую, обнимаю. Пока-пока.